Пусконаладочные работы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате по-прежнему периодически доставляют неудобства местному населению. Жители райцентра и окрестностей жалуются на возникающий неприятный запах от процесса пусконаладки производственного гиганта. Администрация завода просит людей подождать до конца года, пока не будут отработаны все детали. За ситуацией постоянно следят экологи и медики. Эксперты подчеркивают, периодически возникающий запах действительно есть, но его негативного влияния на человека и природу не зафиксировано. Для подкрепления результата ЦКК обратился за независимой экспертизой в соседнюю Россию. А недавно приобрел специальную установку, которая уже в ближайшее время позволит проводить ежедневный мониторинг промышленных выбросов на более высоком уровне. Об этом в интервью программе рассказал заместитель генерального директора Светлогорского ЦКК Юрий Бердович. Юрий Александрович, начнем с главного. То, что волнует, уверен, каждого жителя Светлогорска и района. То, что, безусловно, интересно жителям Гомельщины. Насколько опасны периодически возникающие запахи в Светлогорске и районе от пусконаладочных работ нового производства? В процессе производства сульфатной беленной целлюлозы действительно происходит образование некого количества дурнопахнущих газов. В настоящее время осуществляется пробное производство сульфатной беленной целлюлозы. С целью мониторинга и анализа количества дурнопахнущих газов предприятием был заключен договор с экологической московской независимой лабораторией, по результатам которой, вот она проводила исследования в июле-августе текущего года, и по результатам отчета нарушений предельно допустимых концентраций выявлено не было. Но это еще не все, на что пошло предприятие для того, чтобы доказать, показать жителям района реальную экологическую ситуацию в Светлогорске. Не так ли? Да, вы совершенно правы. Предприятие, можно сказать, пошло на беспретендентные меры. В настоящее время приобретен газовый хроматограф американского производства. Этот газовый хроматограф позволит производить ежедневный анализ и мониторинг промышленных выбросов на предприятии. В настоящее время он приобретен, как я уже сказал, прошел поверку, разрабатываются методики. И я думаю, что в соответствии с договором, примерно в декабре месяце предприятие уже на постоянной основе сможет проводить анализ вот этих выбросов дурно пахнущих газов. Скажите, но наверняка ведь подобного рода предприятия существуют в мире. Как там решались подобного рода вопросы? Да, вы абсолютно правы. В мире и в Европе очень много таких предприятий. На одном из таких предприятий я был непосредственно. Это предприятие в городе Пельс, Австрия. Там стоит схожее, аналогичное даже, можно сказать, оборудование. И проблемы у них были те же. В период пуска наладочных работ наблюдалось образование некоторых количеств дурно пахнущих газов. Но в период стабильной работы этого предприятия все эти дурно пахнущие газы просто утилизировались. То есть, с одной стороны, мы хотим жить в экологически чистых населенных пунктах. Это правильно, это нормально, это официальная позиция Беларуси. Но ведь нельзя не забывать и о экономическом росте. Вот, к слову, если не ошибаюсь, Светлогорский ЦКК является вторым по значимости инвестиционным проектом в масштабах республики. Это верно? Да, это верно. Реализация инвестиционного проекта, наверное, после атомной станции является вторым самым крупным проектом, реализуемым в настоящее время республики Беларусь. Этот эффект достаточно, скажем так, экономически является высокоприбыльным и высокодоходным. Он также является социально направленным, потому что в рамках реализации данного инвестиционного проекта будет создано порядка 500 рабочих мест. Поэтому можно сказать, что он действительно является высокодоходным еще и по тому моменту, что в процессе производства получается сульфатная беленная целлюлоза, которая сегодня с ее стоимостью, средней стоимости нефти, а производство сульфатной беленной целлюлозы осуществляется из низкосортной балансовой древесины. Понятно, что для региона, для района и для Гомельской области это действительно большие перспективы, экономические и социальные. Вот официальная позиция завода на данный момент какая? Как видите, решение ситуации, понятно, что запах действительно периодически возникает. Я слышал мнение экспертов, которые говорят, что это тот случай, когда просто нужно потерпеть и переждать процесс пусконаладки. Как было сказано ранее, ведется пробное производство, некое количество образования этого количества дурнопахнущих газов присутствует. Но самое главное, что мы должны сегодня понимать, эти дурнопахнущие газы, согласно отчету этой независимой лаборатории московской, они значительно меньше предельно допустимых концентраций. Таким образом, они не несут, скажем так, вреда здоровью человека. Как только закончится процесс пуска-наладки, этот уровень запаха в Светлогорске и районе станет ниже? Да, уже даже последние, скажем так, последние несколько недель наше население отмечает тот факт, что количество этих запахов значительно уменьшилось. И стабильные работы нового производства позволят в ближайшем будущем уйти от вот этой проблемы. Юрий Александрович, спасибо за то, что приехали на интервью. Успехов вам и предприятию. Спасибо вам.